Братья и сестры, я вместе с вами хочу сказать слава нашему Господу. Сегодня мы имеем уже второе собрание и пришли пред лицо Господа. Мы поем этот псалом. Какое счастье другом быть Христа, выразить не могут так мои уста. Только мое сердце радуется в нем, в Иисусе, друге дивном моем. Но когда-то Господь сказал своим ученикам, что не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод вас прибивал. Он говорит, что вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Сегодня Бог ставит перед каждым из нас условия. Мы можем быть друзьями Господа на преусловии, что исполнять будем то, что Он заповедал. Заповеди Его не тяжкие, и каждый из нас должен понимать и знать, что мы призваны послужить нашему Господу. Каждый из нас понимает и знает, что мы сейчас находимся на пути к небесной Отчизне, и путь наш еще не завершен. Много всевозможных трудностей, их проблем встречает нас в жизни нашей, но мы должны ободряться и идти за нашим Господом. Священное Писание полно примеров тех людей, которые посвящали себя Господу, и их жизнь была плодотворной. Мы приходим на это место, чтобы вместе читать и рассуждать, и что-то брать для себя в нашей жизни, чтобы наш путь продолжать безропотно, ожидая блаженного упования и милости от Господа нашего Иисуса Христа. «Один из апостолов говорит, что вы, при том и вы, имеете вернейшее пророческое слово и хорошо делаете, если обращаетесь к нему, как к светильнику сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет звезда светлая и утренняя в сердцах ваших». Поэтому мы обратимся к Слову Божьему. И я хочу просто сегодня прочитать примеры из Священного Писания за одного мужа Божьего. Как он жил, как ходил. Он был весьма успешен перед Господом. И имя этому мужу Самуил. Для этого я прочитаю первая книга, Сарс, 7 глава, с 3 по 12 стих. Говорит так. 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 17 стих, такие слова. «Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняный ефон». Мама привела его к священнику Илью и сказала, что «я посвящаю его на все дни жизни его». И мы видим, что пришло время, и он стал служить Господу, надевая льняным ефон. Перед этим описаны события, характеристика сыновей Илия, в которой написано, что они были люди негодные, они не знали Господа. В этом семействе и в этой обстановке воспитывался Самуил. Но ничего не повлияло на отрока Самуила. Он служил Господу, надевая льняный ефон. Много было плохих примеров, слева и справа. Когда люди поступали нечестиво, когда его сверстники не знали Господа, но он посвятил свое сердце и свою жизнь предал тому, чтобы последовать Господу. 28-й псих уже говорит такие слова. Вернее, 26-й стих. «Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоуаление у Господа и у людей. Его жизнь продолжала, и его интересы были именно в Доме Божьем. Все было заключено или настроено на то, чтобы служить Господу. Он ничего другого не знал. Он хотел больше и больше познавать Господа». Уже 3-я глава говорит нам о следующем. 19-й стих. «И возрос Самуил, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его, не исполнившимся. И узнал весь Израиль, от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через Слово Господне. А 3-я глава начала, 1-й стих говорит, «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, и видение нечастое». Сегодня можно сделать маленький анализ того, что происходило в Израиле, когда приступил к своему служению человек Божий Самуил. Это был большой духовный упадок. Люди поклонялись идолам, вызвали гнев Божий, и народ Божий, который именовался именем Господа, был предан в руки Ферестемля, служили Иваалом, Астартом. Слово Божие было редко в те дни, и видение нечастое. Но приходит время, и Самуил становится судьей Израиля. И что происходит? Он наставляет их, как я читал 7-я глава, повествует о том, что он стал говорить им, что «отвергните чужих богов, если вы хотите последовать Господу, если вы хотите избавиться от их Ферестемлян, последуйте Господу и отвергните Ваалу и Астарт». И они послушали голоса его. Его Слово пришло и достигло именно слуха их, и они поняли все те бедствия, которые постигают их, не от чего-нибудь другого, как от идолопоклонства. Самуил был рядом с ними. И когда он привел их к тому, что они начали знать Господа, и Господь уже был близко, и стали открываться Его откровения, Его знамения и чудеса, и мы видим, что когда они отвергли, они собрались в Массифу для того, чтобы поклониться Господу, как бы опять заключить с Господом завет, что будут служить Ему, пришли их враги, ферестемляне. И мы видим, что когда весь Израиль увидел и убоялся своих врагов, они пришли к Самуилу и сказали, помолись у нас Господу. Самуил помолился, он взял и вознес всесожжение Господу. И Господь ответил, его голос был. Его ответ был сильный и грозный для ферестемлян. Враги были поражены пред Израилем. Я хочу сказать, братья и сестры, когда люди приближаются к Господу, когда взыскали Его всем сердцем своим, когда действительно опять Господь стал их Богом, то уже не надо было очень долго думать, как избавиться от врагов. Господь сам все это сделал. А человек Божий, Самуил, продолжает молиться Господу за всех их. Поэтому, братья и сестры, для нас это является величайшим примером. Но, взирая ни на что, позже, когда они захотели, чтобы над ними был царь, они говорят, поставь нам царя. И пришло время, а он поставил им царя. Но, говорит, если бы вы знали, какое зло большое вы сделали пред Господом или преступление, когда вы просили себе царя. Не жатвали сегодня пред вами, но, говорит, я призываю имя Господне, и Господь пошлет дождь, и гром, и град. И когда он возвал Господу, пришел опять ответ. И они смутились, и Израиль заплакал, и говорят, ко всем грехам, которые мы сделали, мы прибавили еще и этот грех, прося себя царя. Помолись у нас Господу. И он говорит, я не допущу греха, чтобы перестать молиться у вас Господу. Вы только не отступите от Господа, хотя грех тот великий сделан вами. Господь сегодня хочет нас этим научить. Мы должны сегодня посвящать себя всецелу Господу. Может быть, для нашей молодежи есть очень много примеров, и для старших тоже. Плохих примеров. Слева и справа. Люди предаются греху. Всякие гнусные дела, всякие беззакония. Иногда на больших таких, знаете, с больших трибун провозглашаются какие-то нечестивые решения. Но мы знаем, что мы призваны, чтобы служить Господу. В свое время Самуила посвятила мама для Господа. И он это воспринял. И он, это было для него как бы радость. И во всей жизни своей мы не видим ни одного негативного примера или ни одной ошибки, которую сделал Самуил. Господь поставил через него, помазал елеем на царя Саула. И когда Господь отринул его, написано, что Самуил взывал Господу целую ночь. Он молился. Он знал, что такое пред Господом предстоять. И поэтому для него было очень скорбно. Господь в свое время скажет, «Да коли ты будешь печалиться о Сауле, которого я отверг, наполни рук твоей елеем и пойди в дом Иесея, ибо там между сыновьями его я усмотрел себе царя». Братья и сестры, Самуил молится, Самуил переживает за дело Божье. Как важно сегодня, чтобы и мы переживали за то дело, которое поручено нам, чтобы мы могли ходить в страхе и благовении пред Господом, чтобы и мы могли не ошибаться в жизни нашей. Мы должны обращаться к Слову Божьему. Оно научит нас и наставит нас. В первой главе книги-притчи написаны такие слова с 10-го стиха, «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». Есть другой голос, который всегда будет звать и приглашать. «Пойдем, пойдем, есть легкий путь, легкие деньги, есть легкая жизнь веселая и ни на что не похожая». Но, говорит, не соглашайся. От нас сегодня зависит, соглашимся ли мы и примем ли мы этот голос. Или имея таких героев в вере, как Самуил, мы будем взирать на них и подражать им во всем. Вы знаете, есть написано так, что нам нужно начать твою жизнь твердо сохранить до конца. Мы познали Господа, и Он открыл нам Своё имя. И как важно сегодня, чтобы мы не изменили этому, чтобы мы служили Господу. Потому что не начало увенчивает, а увенчивает человека конец. В своё время Павел говорит, «Я течение совершил и веру сохранил, а теперь готовится мне винить правды, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Господа нашего Иисуса Христа». Наш путь ещё продолжается. Ещё, может быть, впереди много борьбей и привод тревог. Много может быть опасностей, но Господь хочет, чтобы мы оказали верность, чтобы мы во всём этом сохранили веру. Я как-то читал за самого мудрого человека на земле. Бог благословил и дал ему мудрость. Это был Соломон. Но до конца своей жизни он не сохранил то, что Господь дал. И когда мы прочитываем уже послание евреям 11 глава «За мужей веры», вы знаете, там нету его имени. Как жалко и печально. Для всей земли был знаменитостью. Для всех он был действительно пределом мудрости, но не сохранил до конца. Такой великий муж, но всё-таки пренебрёг Слово Господа. Я хотел бы сегодня, братья и сёстры, чтобы наше сердце горело Господу, и мы понимали, что мы не должны, мы не имеем права на то, чтобы нам падать, чтобы нам сегодня что-то делать на так. Мы должны сегодня советоваться с Господом и приходить пред лицо Его и молиться Ему, потому что путь у нас ещё продолжается. И как хочется, чтобы когда мы придём, мы услышали голос Господа. Добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, «Войди в радость Господина Своего». А Господу нашему пусть будет слава. Аминь. Поэтому и помолимся. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok